Так, друзья, садитесь и будем начинать. Во-первых, спасибо, что пришли, несмотря на конец света. Ну, времени мало осталось, понимаешь, но как же свои недоделанные работы. Апокалипсис и после. Шикарно звучит. У нас на моих лекциях все меньше и меньше, вы знаете, это разница. Теперь, апокалипсис и после. Все человечество сейчас отмечает два праздника. Конец света. Самое интересное, конец света, естественно, он будет, но новогодние закупки не забывают. То есть на Крисмас в Америке, если конец света, то с елками. Это неприлично. Умираешь, а там все... Логика, да, интересная. Конец света, все горит, все приятно. Теперь, о чем я сегодня буду говорить? А, я, естественно, буду говорить, как человек с недостатком интеллекта, о конце света. Но мой конец света будет не совсем таким, каким вы его представляете или думаете, что представляете, а будет немножко с другой перспективы на самом деле. Что подразумевается под концом света. И почему майя календарь такой, какой он есть. Какой он есть. На самом деле, вы знаете, о конце света говорилось не раз в истории человечества. Происходило это не раз. Конец света, его так и называли. Вот. Ну и вот, очередной раз шоу-программа. Насколько правдиво это шоу-программа, это будет решать каждый сам для себя. Я сегодня вам буду рассказывать взгляд на эту историю нечеловеческий. Вопрос, откуда я это знаю, хочется спокойно сказать, я выдумываю. Но даже, чтобы выдумывать, надо иметь талант. Так вот, о меня есть талант, выдумывать не своим взглядом. Жанры. Естественно, задавайте вопросы. Задавайте вопросы любые. Скажите, пожалуйста, вот вчера вышло на ютюбе Рубин Павян Тивичау первая часть эволюции. Кто смотрел? Кто-то один смотрел, Зорик смотрел и так далее. Посмотрите. Забавно. Там, кстати, включались вот эти титры, да? Можно включить на русском. Просто посмотрите. Двенадцать минут. Поможет. Как раз в контексте вот чего я вам буду рассказывать. Сегодня я решил, не знаю, что со мной будет откровенно. Происходит. Ну, наверное, конец света. Никаких гадостей у друга не сделайте. Можно спокойно друг на друга поплевать. А то всё культуру делает человечество. Теперь. Позиция будет вот такая вот. С понятием. Значит, ну, как обычно. Только в нашей галактике больше двухсот миллиардов звезд. Вокруг каждой звезды болтается груда планет. Огромное количество правой планет обитаем. Вот под понятием обитаем подразумевает всего лишь биологическую форму жизни. Одна из которых вдыхает кислород. Другая – водород. Третья – гелий. Четвёртая – чёрт его знает что. Короче, жизнь непредсказуема. В прямом смысле этого слова. Вот можете ли вы представить, друзья мои, чтобы как-то очаровать, как-то очаровать вас, что биологическое существо какое-то, животное, которое на какой-то планете живёт, где температура больше четырехсот пятидесяти градусов, ну, Цельсий. Это её естественное условие обитания. Невозможно представить, да? Четыреста пятьдесят. Ребята, это больше огня. Только вот хочется вас поздравить. Это животное называется огненная саламандра. Живёт. Живёт она на Земле. И именно на какой-то планете. Где при минус, при плюс четырехсот пятидесяти, ниже этого, она начинает не умирать многих. А управляет. Как сказать? Приводить сознание, через некоторую минуту умирает. Четыреста пятьдесят и плюс. Живёт. И ничего. А? Как саламандра. А? Вкратно вообще. То есть оно здесь же? Это зима бывает существо. Не единственное. Оно жрать что-то должно. Оно видимое вообще? Очень видимое. Вот такая колбаса. Как саламандра. Да, да. И посмотрите, называется огненная саламандра. Это на Земле мы говорим. Всего лишь. Живёт, кстати, таких же жирненьких, как и сама. Насекомых, которые живут в этой же температуре. Это просто, чтобы мы как-то поняли, что биология – это не человек, а у неё диапазон ненормальный. Что в прямом смысле, в открытом космосе, в прямом смысле, в открытом космосе, свободно растут постели. Не все. Не все, конечно. Но, как называется это тут? По ваннам растёт между стенами и стенами. Плющи. Плесень. Плесень. Это же биологическое существо. Растёт, чётко знает куда расти. Так оно растёт на ракетах. Не внутри, а снаружи. Биология, ребята, это не ограничение. Это не нормальные возможности. Это очень быстрая адаптация. По этой логике. Почему бы на какой-нибудь планете, да хоть на Марс, не было бы жизни? Почему там нет людей? Марс – планета умная. Ей этого не надо. Ей другие животные нужны. Так вот. 200 миллиардов звёзд, грудопланет с разными условиями. На этой груди планет. Небольшая грудка. Разговорят, опять же, икс миллионов количеств. Количеств биологических существ, некоторые из них обладающие то, что мы называем сознанием, в других формах, естественно, условия другие, сознание формируется к другому. То есть разумных. Самоуправляемых. Обратите внимание. Не средоуправляемых, а самоуправляемых. Это вся разница. Саламандра, она управляет следой. То есть она умная. Она не думает. Это мы, тупые, начинаем думать и всё делаем неправильно. Вот таких же тупых цивилизаций. Икс количество. И эти цивилизации тащат сюда. Туда. Открывают себе новые территории. Начинают заселять эти территории по каким-то икс причинам. Вот, естественно, делая такие вещи, ты в состоянии, ты должен планировать свои же эксперименты, свои же планы, ну хотя бы на ближайшие тысячу лет. Земных. Обратите внимание. Понятие тысячи лет в человеческом понимании, да? А в понимании какого-то существа неизвестно. То же самое, как бабочка живёт там в определённом слое. Вид бабочек всего однодневники. 24. Но для неё же это, как для человека лет 80. Только не в годах. Как и в своих бабочковых часах. Правильно? А для нас, для людей, когда бабочка говорит. Блин, ведь есть же какие-нибудь, наверное, существа, которые планируют точно знать, что будет через 80 бабочковых лет. Это, наверное, у вас идёт разговор. То есть, для бабочки вы и есть Бог. Я рассказывал, две рыбы в аквариуме светят. То есть, вот, стоял и думал. Говорит, пятна. Потом она говорит, интересно. Вот здесь, говорит, всё-таки есть Бог. Друга говорит, не знаю. Но ведь меняет же кто-то воду в эту бабочку. Тем более, в понимании Бога. То есть, то же самое же может быть. Я не знаю. Может быть, как и есть. В этой цепочке, то есть, иерархии от микроорганизма до крайне невысокоразвитого биологического организма, который, может, даже не имеет эту биологическую только форму, способность, ну, например, поглощать светом. Что я сейчас сказал? Поняли? Я вам переведу. Если есть биологическая клетка, которая может питаться светом, что, здоровье, она есть на Земле. Чисто, что мы знаем. В смысле, косит освет? Нет, нет, именно питаться. Полностью. Абсорбировать свет. То есть, свет от нее не отражается. Практически вы ее не увидите. То есть, существует биологическая форма, которая невидима. Мы ее не регистрируем. Она существует. Ну, представьте, какой-нибудь, там, черт, инопланетянин. Ну, так он устроен. Ну, невидимый он. Понимаешь? Для нас. Жена его, собственно, ищет, найти не может. Для нас, да. Для нас. Хотел сказать, насколько все это очень субъективно, а не объективно. И вот, мы с вами, как представители какой-то х-расы, прилетаем на какую-то планету, да? И начинаем ее обрабатывать. Ну, вспомнили, как на торганье, которое ввозится, откуда оно появилось, совершенно не важно, может быть, занеслось. Кем, вы спросите? За самым простым. Вирусом. Если вы не знали, то, опять же, поздравляю, постоянно, ежесекундно на эту планету залетает огромное количество вирусов. Опять же, непонятных микроорганизмов, живых, которые могут находиться и в состоянии мертвым, в нашем понимании, и в состоянии живым. То есть, они могут стать пассивными, то, что называют смерть, и существовать. Через некоторое время, так, активно, стать активными. Ну, там фараонов, типа, выкапывают, да? А там какой-то вирус нашли, вдруг он заработал. Так это что, он не сообразил, что четыре тысячи лет прошло, умирать пора уже? А оно, видишь, восстанавливается. Но ведь это же тоже живые организмы, и неизвестно, что в себе он несет. В смысле, какую инфекцию? Какие новые мутации еще оттуда привезет? И вот мы с вами прилетели на какую-то планету Х, называется, например, Земля. Нашли ее, как удобно. Здесь поставили, значит, здесь светильник, здесь то, все. Начинаем планировать. Но, имея высокоразвитый интеллект, естественно, мы не планируем, как нам будет хорошо. А что мы с ней сделаем через определенное время? Ну, хотя бы в ближайшие тысячу лет. Это серьезные планы. У нас проблем с годами нет. Мы можем не умирать, умирать. Но это не сложно, на самом деле. Восстанавливать и облагораживать собственную клетку. Человеку это еще неизвестно, скоро будет известно. Вот. И, значит, мы решаем как-то облагородить, решаем создавать себе подобных. Вот. Создали себе подобных. Вот. Она нам подобная. Но, естественно, адаптирована к этим условиям. Чем и обогрещает условиям. Естественно, состояние. И вот, смотрите. Живет она. Ей подобные. Но сознательный, сознательный параметр, он просто не в состоянии дать. Как учат нас социалистические постулаты? Быть определяет сознание. Слышите такого? Вот она сидит в болоте. Понимаешь? Клещи вокруг. Она только появилась. Ну, какой быт? Вот быт и определяет ее сознание. Понимаешь? Она вся в клещах. Понимаешь? Там кушает его. Затем их волос тащит. Совершенно правильно. Быть определяет сознание. Чем же его и ограничивают? Но мы не спешим. Мы говорим. Самое главное, чтобы адаптация прошла точно соответственно вот этой земле, планете. А то, не дай Бог, она вдруг поумнеет раньше земли. Просто поумнеет. Нельзя. Смысл этой расы существовать как? Эта раса в этих условиях. Все. Соответственно. Быть начинает определять ее сознание. И вдруг она, естественно, вот так поставит в руки. Как определиться сознанием? Хочу. Потому что одно из первых, ребята, одно из первых сознательных параметров, которые формируются в голове человека, это хочу. Сначала это хочу основывается на так называемых рефлексах, инстинктов. Жрать. Пить. Бабу. Хотя откуда ты берешь то бабу, то не бабу, все эти ноги так грязные и так далее. Все равно, что такое инстинктов. Хочу. И начинает жрать. Потом начинают формироваться другие эмоции. Ну, хотя бы обычные... Как они назывались, эти паразиты, старые, до-человеки? Абориенсы... Неордентальская ревность и зависть. Да, зависть... Не ревность. Страх! Надежды пока нет. Надежды пока нет. Это более сознательный процесс. Для надежды еще оперативный процесс. То есть основные эмоциональные составляющие. Страх появляется. Если у нее есть зависть, у меня есть страх. То, что она завидует, что возьмет, у меня есть и берет. У меня есть страх, что она может взять. Ну и естественно, как святое дело, агрессия. Приятно же поколуться. Этого не понятно. Вот так быт начинает формировать дальше сознание. Быть становится все комфортнее и комфортнее. Сначала у тебя на ужин три бегушки, а потом, глядишь, и десяток появится. Хуже человека у тебя чувствуешь. Мы с вами на все это смотрим и следим. Потому что у наших подопытных, так сказать, у наших детей, формируется сознание адекватно. Место, где они находятся, называется планета Земля. Представьте. Условия такие. И вдруг элемент агрессии, то есть оказывается можно напасть и взять. Вот так легко. Причем не потому, что необходимо, а потому, что приятно. Вот у животных как? Нападает, берет, жрет. Нажрался, и утрет трава, хоть куча антилов вокруг бегает. Он на это спорит, как на шоу, как на Лас-Вегас. Нажрался. Человек нет. Человек нет. Он начинает тащить все больше и больше, чтобы тащить агрессию. И вот мы смотрим, блин, ты смотри, ты смотри, размножаются, как собаки, но еще и формируются неадекватно. Начинают заниматься самоуничтожением. В прямом смысле. Обратите внимание. Самоуничтожением на основании исключительно сил и удачи. То есть, опять же, несознательных параметров. Параметры. Вот и все. Физически. Ноги вот такие, бицепсы вот такие, понимаешь? Все. Он дубинкой молотит. А то, что в голове не сформировалось. Но нам же не это надо. Нам же не надо, чтобы они превратились просто в животных. А, кстати, многие превратились, называются они обезьяны. В животных. А нам надо, чтобы они имели потенциал роста, сознание, которое является искусственным параметром. И что мы будем делать с вами? А их уже, ну, тогда мало ли, 150 тысяч. И эта эпидемия ошиблится. Что мы с вами будем делать? Совершенно правильно предложил мой коллега. Как из интеллигентных указов. Понятно. Мы вынуждены, если невозможно, модифицировать, легче уничтожить, выключить. И снова на основании этого создавать ног. Вот так появлялись и уничтожались, исчезали расы. Но я сейчас привел так достаточно банальный пример. Были расы, которые развивались чересчур быстро. Это тоже не устраивает. У этой чересчур по быстроте свои деформации, опять же, специфические, которые приводят, опять же, к какой-то определенный дисбаланс. Теперь вы скажете, как вы говорите. Какая разница, как выглядит это существо? Большое. Почему? Потому что мы, прежде чем заселить этими уродами землю, смотрим на саму землю. Это для нас с вами земля, это просто груда земли и так далее, и так далее, и так далее. Оно на самом деле. Вот человечек. Чего-то руки я ему слишком длинные нарисовал. Вот человечек. Вот такой он у нас. Как я обычно говорю, в среднем 75 триллиардов клеток, не считая количества живых организмов, которые обитают там. Это сотни тысяч организмов. Благодаря этим организмам происходят процессы от начала и до счастливого конца. Вот здесь они находятся. Мир целый работает там. Мир. 75 триллиардов. Даже подумать страшно. 200 миллиардов в нашей галактике звезд. Клеток в моем друге Юрике. 75 триллиардов. И все это работает. И вот представьте. Где-то вот здесь, вот в этой области, будем называть это, если мы не против, этот, как называется, печень? Нет. Желчный пузырь. Вдруг появляются какие-то организмы. Они довольны. Какие-то? Начинают мутировать. Начинают вести себя несоответственно. Вот здесь. И размножаться. Ну, например, имеет агрессивную окраску. Просто агрессивную. Я размножаюсь. Количество агрессии размножается. Вот как вы думаете, сама селезенка, ведь там же не только, а не сама селезенка, как селезенка. Не в каждой же толпе. Состояние ли будет работать, исполняя свои функции? Если там появились вирусы, которые ведут себя, ну, просто вот туда-таки с дерганом, начинает дергаться. Естественно, это влияет на саму селезенку. Автоматически. Не работает селезенка, все остальные органы, которые взаимосвязываются, не чувствуют вот эти шоки. Шоки. И что? Счастливо себя чувствуют? Нет. Наступает определенный дисбаланс. Когда критическая масса здесь доходит от Х, селезенка вырабатывает, то есть перестает работать. Дисфункция. Создается камень. Ну, остальное, кто не чувствовал, не дай Бог, почувствует. Боли там крайне запоминающиеся. Чтобы боль весь организм трясет, ребята, от этого и умирают. Даже от боли, кстати. Не говоря уже о замедленных дисбалансах. А началось-то откуда? С ничего. А теперь представьте. Если вот эта галактика, в которой всех, вот это количество 75 триллиардов, взаимосвязано, 200 миллиардов, неизвестно как, нам неизвестно, но оно же существует, именно так, как оно существует. Значит, есть какие-то условия, ребята, которые держат их в этих же позициях. И ни одна из них не в состоянии вести себя по-другому. Вот такой вот организм называется галактика или Вселенная. И вдруг микроскопический таракан под названием нанэ, не могу произнести, произнести, возраст не позволяет, нанэ. Неандертальц. Он. Вдруг начинает размножаться и вести себя несоответственно. Это значит, я, конечно, утрирую сейчас, потому что неандертальц, тогда еще такого количества не было, критического. Но он же размножается еще. Вот. Вдруг начинает трясти. Это получается, что сама планета Земля, которая исполняет свою функцию в этой же системе или галактической системе, начинает вырабатывать, трясти ее. То же самое. Это может привести к чему? Вам кажется, ни к чему. Это цепной реакции. Серьезно. Разному цепной реакции и дисбаланс. Что мы с вами будем делать по этому поводу? Хорошо. Нанэ уничтожили. Сделали на зэ, потом на мэ, потом на лэ. Люди называются. Или юмэн лэйс. Начинаем балансировать. То же самое. Ну хорошо. На жабу она уже не клюет. Ну, переросла жаба. Но на что-то это клюет. И вот система такая приводит к тому, что мы начинаем плевать на что-то. Теперь умножьте нас, клюющих на что-то, на 7 миллиардов на сегодняшний день. Никто здесь не виноват. Это как трясет? Это вот этих 7 миллиардов как трясет? Которые оперируют существ своими же бытовыми параметрами. Быт формирует сознание. Это мы думаем, что у нас есть сознание. Когда оно формируется просто бытом. Насколько это сознание твое, если оно формируется бытом. И насколько ты в состоянии влиять на самое уже ее. По влиянию. Хочется посмотреть. Вот скажи, люблю и влюбился. Он говорит, нет, уже не люблю. Все, и вылюбился. Вот это я понимаю. Ты контролируешь своим сознанием себя самому. А сейчас приходит и говорит, любишь. Куда я денусь? И все, и конец. Не хватит. Еще кайфуешь от этого. Потому что другого выбора нет. Практически находишься опять же под влиянием. Вот на таком уровне находится сознание. И это все размножается. Что мы будем с вами делать? Не слышу. Лечи. Опция налечить. Ну давайте вылечим. Вон оно, все, что я разговариваю, находится на улице. Это людям кажется, что они такие хорошие. Тренировать сознание. Как? Я готов. Я готов. Я как представитель расы, а вы со мной вместе. Давайте тренировать людей. Вот, я открыл сферу. Тренируйтесь. Уже год. Сколько человек у нас туда тренировано? Тогда запугать. А остальные, блин, рассматривают меня как недороска. Но они так не смеют. Я же могу их съесть. Да в любом случае. Так в чем проблема? Давай. Тренируйся. Сознание тренировать можно только того, который уже дошел до факта понимания, что только здесь и находит собственное спасение. Когда он начинает независеть от самого уже себя. Привет, дорогие. Нет таких. Мало. Есть, слава богу. Мало. Что мы будем делать? Ну, давайте. Давайте, давайте. И столь. Не о этих мы перебили тут же. А вот этих почему-то сейчас будем царскаться. может запугать чем-то, чтобы начали думать и меняться. Вариант. А давайте подумаем. Основные, основные, basic и лучшим. Какая разница, во что я делаю, нормально или не нормально? Какая разница, что я жару, корову или жару? Сущность, одна и та же осталась. Может быть, опять же, ударим по основным эмоциям. Страхность. Вот чего. Они все, которые, чтобы, опять же, условия создадим, чтобы подавить. Но что мы этим получаем? Что получаем этим страхом? Неосознанные. Да, иди, неосознанные. Но нам же нужны осознанные существа. В том-то и дело, что эволюция подразумевает эволюцию самого сознания. Само сознание и останавливает эволюцию. Потому что он уже такой, шикарно, любимый самому себе. Зачем менять, если все нормально? Почему нормально? Потому что он привык. Сознание становится барьером к эволюции. Дорогие мои земляные коллеги, я предлагаю вам сделать революцию на этой планете в интересах эволюции. Любая эволюция начинает с революции. Всегда так. Вирус начинает революцию, побеждает организм. Но что-то новое из этого привезает. Давайте сделаем. Вот давайте создадим, сделаем революцию, чтобы выменять условия и чтобы началась новая жизнь. Кто за? Что такое? С программы можно что заходит? Будущей жизни пишите, что-то. Будущей жизни пожалуйста, огласите весь список пожалуйста. Пожалуйста, оглашаю весь список. Человечеству будет доступ в космос, которого сейчас нет. Что-то в космос? Здесь же будем жить. Вот, видите? Дома лучше, да? Потому что? объясню. Потому что быт формирует сознание. Чем ширше быт, тем ширше сознание. Так почему же вы не рассматриваете опцию? Давайте и космос рассматривать как быт. Но для этого надо, чтобы он стал нашим. Интересно в противном случае. Зачем вам таких хором, в которых вы живете? Забейтесь на ру и все. Нет, ему хочется. Мясо почти зон. Солнце поближе. Он, пожалуйста, быт дачу на Венере. Да? Кто бы не хотел. Понимаешь, мы на марш, мы на месяц, на луне все же распродано. Что я хочу сказать? Да? Зона комфорта, люди находятся в ней и не хотят из нее выходить, вы понимаете, вы правы, но зона комфорта сейчас для него точно такая по ощущению, как зона комфорта, когда у нее на столе три лягушки были. Потому что других они только кузнечиком. Вот животы были одинаковые. Так смотри, получайте, давайте расширять быт. А как? Для этого нужна революция. Потому что он хочет идти вперед в революцию, а она нет. Говорит, мне и так. хорошо. Она тоже говорит, мне и так хорошо. А она замужем, говорит, что, стой. У меня крайне сформирован быт. Понимаешь? Тысячу причин не делать шаги. Супер. Тысячу причин. Найдется тысячу причин, чтобы не сделать. А один, если вдруг сделать, его и и назвал скотина. Как он хотел испортить весь земной шаг. Что нам с вами делать? Не забывайте все-таки, мы же здесь гости. Что нам с вами делать? Трясет планету нахрен. Плита уже не знает откуда уходить отсюда. Она же круглая, она же болтается, не знает, как сматываться. Планета живой организм, это составляет часть экосистемы. Ничего ты не сделаешь, ее трясет, и это влияет и на Макси, и на Луну, и на Солнце, и на Анторез. Есть такая дура, которая собирается взорваться. Если Анторез взорвется, он размером как вся Солнечная система. Это звезда, такая звездочка, маленькая, оттуда туда где-то 50 световых лет, или 5 тысяч, не помню. Но, если Анторез вдруг решит взорваться, вдруг на этой планете жизнь исчезает. Это что мы знаем. Потому что количество частиц, которые гамма, которые выделяются, оно такое, что оно вот оттуда сметает все к чертовой матери, биологии. Вот так. Просто не выдержит такое количество гамма, а гамма же сейчас летит. Это наши биоуничтожающие частицы. Вот. Оно станет в раз в 100 больше, и финит оляком медиа. Что я хочу сказать? Так вот, мы с вами, понимающие, как взаимосвязано все это между собой, понимаем, что эта тряска, пусть на один микропроцент, но влияет на состояние Антореза. А мы не хотим, чтобы Анторез взорвался. Или не так. Или хотим. Пусть он взрывается, но защитим вот эту составляющую, эту планету. что нам делать? Вы мне скажите. Я бы с удовольствием сделал. Траекторию пути так построить, что ли? Да не траекторию. Все, с Анторезом еще кое-как. Дополнительные планеты, другие. Вы мне скажите, как спасти эту? Надо мощь ее организму сделать мощнее. Вы понимаете, они же еще размножаются. Люди. Уничтожить вирус. Правильно. Уничтожить вирус. Надо обратиться к специалистам. Ты понимаешь, мы так и есть с вами специалисты, потому что мы с позиции понимания взаимосвязи в галактике, ну по крайней мере в нашей будем скромными, как организма. Доктора галактики понимаем, что нельзя так это приведет. Надо какую-то диету применять, чтобы полегче было селезенки в земле. А тут вон они вирусы размножаются. Я не на вас, это на других, естественно. Мы сами на другой планеты. И мы должны принять какие-то шаги. Мы рассматриваем все возможные допуски. Вот как мы делаем. Ребята, просто все возможные опции. Как мы можем повернуть эволюцию? То есть сделать эволюцию, защитив стрижес. Они же еще перенататься могут, переколоть друг в друга. Причем, если раньше Ура! Там много не переходишь. Просто устанешь. То еще раз это, они же еще придумали, то есть дошли уже до уровня геологического оружия. Давайте. Здесь вода, там снег, там то, там все. А результат? Это уже серьезно. О, Лефа, вы не заметили даже, да? А может, заметили, что говорит? А может, не вершин, не знаю. В Америке Текса начал гореть нефтяные зоны. В России хлебные территории наполнила вода. Сдуру! Вот так вот. Не было на Кубани наводнения, вдруг пришло. Тексас никогда не горел, я понимаю, Лос-Анджелес, вдруг загорелся. И весь базар, что это арм-арм работает. А это очень серьезно. Земля реагирует. Это живой организм. Ты здесь тронешь, она там резонирует. И это нам показалось, доказал Никола Тесла. Как он распространял свои сигналы. Как он делал искусственные землетрясения. Сто лет назад, даже больше. Вы представляете, что сейчас могут? Никола Тесла тогда сказал, я могу поделить эту планету на две части. Но что я сделал? То есть, чего я добьюсь? Это тогда. А потом раздал часть своих знаний русским, американцам, немцам. Именно, чтобы они находились в войне. То есть, сто лет назад, когда пришел элемент эволюции. Сказали так, мы уже, те, знаешь так. Эволю этим дураком познакомить с технологиями. Надо быть крайне осторожными. Они же, блин, еще жав кушают. И стали знакомить. Так вот, вот так вот. А как знакомить? Вот так он спит. Менделери, мы. Ему, вливай отсюда таблицу. А-а-а! Эврика! В лире таблицы. Он начинает, это же так просто. И выбрасывал ее. Она выбросила это, это у нас Поповым работал, она выбросила радио. Кстати, не Попов радио сделал, а этот, Тесла. Нет, Маркони 13 лет после Теслы. Этот у нас, кто у нас? Кулибин какой-нибудь и так далее. В общем, и вдруг пошел технологический прогресс. СДУРУ! Вот не шел, не шел, не шел, не шел, вдруг подвел. Причем у всего человечества. Ну и казалось бы ясно, что сразу у всех появились гениальные мысли. Да, сразу у всех появились гениальные мысли. Условия мы создали, вот мысли и поперли. Только они поперли, а не приперли. Но это было большой опасностью. Две мировые войны. Да, она была необходима с частью. Но две мировые войны в течение пятидесяти лет. Мы не говорим о маленьких, говорим о серьезных. Хорошо это, плохо не решали. Технологии-то, когда выдумываешь, надо же поприменять. Понимаешь? Ну, выдумал бомбу, сидишь, я толку. Я же, хочется еще и поиграть. Ну, вон, все раз ему на касайте. Побросали, окей. Что я хочу сказать? Это же крайне опасно давать ему сознательное вот это. А сейчас? Представляете, какое знание? Супер. И вот в этом-то и есть опасность. Насколько уровень сознания соответствует пониманию сил, которыми ты... Да, доступ которых ты получил. Псс. Ты крайне опасна. Опасна не для людей. Trust me. Вот так взять сейчас, очистить планету, да? Без проблем. Через сто лет восстановится все. Людьми, сами. А вот опасно применение разных, которые применяются для дисбаланса вот этого, которого трясет. А людей нельзя трогать. Они уже старики, они уже взрослые. Ну, не взрослые, но молодые. То есть раз уже так. Все-таки надежда хочется, так сказать, чтобы в институт поступил. Так вот рассматриваются все опции. А самое интересное, что мы как раса, которая прилетела оттуда или давно уже летает везде, не единственная. У нас же коллеги есть, понимаешь? С большого пса. А вот у них сознательное восприятие. Да, они тоже понимают баланс в этом. Но они смотрят на эту галактику со своего созвездия. И цвет они зеленого. Потому что питаются водородом. Например. Или там гелем. А вот здесь, на Веге, сидят еще одни. Они свои перспективы видят. Они привыкли ко тьме. К температурным разницам и мракам. У них совершенно свое сознательное восприятие жизни. То есть мы не одинаковы. Да, мы все дошли до того, что понимаем, что галактика равна уничтожение. Это не форма выживания. Потому что организм, если попал, то он попадет полностью. Практически. Мы знаем, что должны защитить систему. Не людей. Систему от дисбаланса разрушения. И для этого каждый предлагает свой метод. Один говорит. Да да ну их нахрен. Не будем мелочить. Опять у вас сейчас появится агрессия в отношениях. Они говорят. Да ты нахрен. Давайте уничтожим вот все. Это же легкий вариант. И самый, кстати, защищенный. Другие говорят. Но это же наши гены. Это же наши мужья. Наши жены. Потом. Столько работы проделано. Может быть есть вариант. Хорошо. Какие варианты? Вирус. Опять уничтожение. Хорошо. Дайте войну. Что у нас? Какие эмоциональные составляющие? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Хорошо. Война. Убери. Что получим после этого? Систему какую? Нет. Рассматривать войну как природа. Какую систему? Ага. Там. Это уже было, кстати. Последствия. То, сё, то. Слабая. 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 Во-первых. Это уже старая форма. Они так не идут. Хорошо. Что? Пусть земля сама решит. Добрый день. Земля сама решит. Что это такое? Не будем останавливать природные дисбалансы. Пусть балансируется сама земля. Вот так руки поднимут. То есть. Они здесь рисуют харп. А мы здесь триканем один сигнал в ядро. И плиты пойдут. Пойдут плиты наводнения. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Люди этого не знают. Кто почистился, тот почистился. Третий вариант. Четвертый вариант. Те, которые с собакой. Говорят. Давайте примернуть. Ну, давайте, надеяться, все-таки там где-то что-то еще есть. Вот как говорят. Какой пример? Вы же им две тысячи лет назад пример дарите. Христа дали. Не толку. Но ведь видите, такое движение появилось. Полтора миллиарда. Окей. И стали рабом этого же движения. То есть само движение не эволюировало. Блин. Это значит сработало? Тогда сработало. А сейчас является устанавливающим фактором. Слишком простая форма. Надо посложнее. Ну, давайте так делаем посложнее. Понимаешь? И вот такие базары длились несколько лет. В основном там были вообще-то 300. То есть есть 300 основных доминантов. не потому, что у них нет. Но когда эта планета... Пришло время адаптации, то основные три расы были ответственны и есть ответственны за эту планету. Потому что другие расы, они подвумирали. Обязательно. И НУС, и латиноамериканские, и комфортные, индейцы. Это совершенно разные источники биологического организма. Они похожи друг на друга. Как все деревья похожи. Но источники клетка разные. Вот такие были икс расы, которые тоже являлись детьми каких-то рас. Но они исчезли. Ну, не мутировали, не смогли адаптироваться. Какая-то болезнь искосила и так далее, и так далее. С большого пса устойчивые на грипп какой-то новый. А эти не были. Вот и кончаются. Ну, китайцы не могут пить. Они понюхают алкоголь. Все, варим. Ну, нет у него фермента. Ну, нет. Русский. Он выпил, говорит, когда пить будем. Видите, какая вот разница? А если русского и китайца смешать? Делали эксперименты. Делали эксперименты. Очень часто получается что-то непонятное, несуразное. Внутри конфликтуем. Это этот говорил. Если вы вести вид селекционера. Вот селекция была, этот в фильме, говорит. А это что, говоришь? А я скрестил, говорит, что? Сейчас, сейчас, сейчас. Помидор. Помидор. А если это? Тараканов, да? Нет, нет, нет. Он скрестил. Помидор еще с чем-то. Короче, у того корни полезные, а у этого плод полезный. Что это такое? Я говорю, ну, правда, сейчас дает как раз наоборот. Там корни бессмысленные и плод бессмысленный пошел. Значит, вот это скрещение, это тоже дело, кстати. А почему столько народу здесь появилось? В общем, что я хочу сказать. И вот этот вопрос решался. Решался, решался, решался. Изначально, когда мы планировали на несколько тысяч лет вперед, писали книжку, план нашего эксперимента, то, естественно, рассчитывали. Мы впервые делаем. Это уже проводилось. На других планетах. А? По планету. Те же самые. Те же самые. Или другие расы, которые, может быть, уже исчезли. Жизнь, она появляется и исчезает. Что я хочу сказать? Делали, уже все понятно. А самое интересное, когда ты посмотришь Идзере, это мы и сами думаем, что там выбор огромный. Если вы улетите сейчас, сядете на Луну и посмотрите на эту дурную планету, и все влияния на нее. Да там выбора никакого нет. Там все понятно. Потому что она точно так же зависит в бытовых условиях. И все. То есть запланировать и спланировать действия, события. Очень сложно. Потом. Земля тоже живой организм. Она живет. Она дышит. У нее, кстати, есть частота. Это 7 Герц. Частота соответствует, кстати, вашему сердцу. Тоже живет. У нее тоже свои движения, свой ритм, свое начало, свои кометы. Ну, представьте. Вот мы уже дошли до того, что мы можем высчитать жизнь планеты. В каком моменте она возобуждена, в каком мире. И вот тогда, когда все это писалось как эксперимент, планировалось на x количество, когда закончится эксперимент, мы можем и продолжать. Вот и были написаны кое-какие данные по поводу возможного конца света. Но, вот тут я хочу немножко оговориться. Возможного и не конца еще не решили, что будет потом. Вот теперь говорим уже чисто про все анализы. Люди, как люди. И старые, и новые. Им, блин, шоу-программа нужна. Май не написали. Кончилось на этом. Чернила кончились, блин. Вот и не написали. Камень был маленьким. Нет. Вопрос в дело совершенно не май. Вот не май писали, кстати. И там писать нечего. И нам будет с вами трава. Будут ли знать люди, как у них там. Не решено. Посмотрим, как будут развиваться события. Так вот, пришло время, и события стали развиваться по словам. И вот тут мы с вами стали думать, стоит ли дальше вообще писать. Да. Были такие серьезнейшие дискуссии. Не могу сказать бои, потому что на этих уровнях не боюются, но конфликтуется. Были конфликты. По крайней мере, две расы предлагали уничтожение. Легкая форма уничтожения, природная. Это была одна из самых таких. То есть пусть прибыли в саморегуляции. А потом посмотрим, что получим, и на этом начнем. Ну, и снова с половиной. Одна раса все-таки говорила, давайте не будем убирать надежду, как основной движущий ментальный, циональный фактор современного человека. Надежда, что он борется со страхом. Надежда. Другие говорили вот так. Надежда, как оружие, деформировалась. Вера. Только не вера во что-то, да? Пожалуйста, поймите. Когда человек говорит, что вера, он думает, что это вера во что-то. Нет, это комфорт во что-то. А вера как состояние. Ну, вот представьте, хочется тебе в туалет. Ну, бывает. Хочется сильно. Это эмоция. Что это? Это ощущение. Но ты же чувствуешь. Это ощущение. Ощущение. Но ты же чувствуешь. Можно ли сказать, что это эмоция? Нет. Но ты же чувствуешь сильно. А может, почти пришел момент, когда и другие начинают чувствовать. Что я хочу сказать? Это человек современный, очень простой, направил категорию чувств. Вст, 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 вст. Где туалет туда не пошел. Ну, чего интересного? Но на самом деле для системы это всего лишь интенсивность сигнала. И чувство необходимости туалета явно побеждает чувство любви. Насколько бы эта любовь не была сильной. Я думаю, вы согласны. Человек, который нашел до последней точки, стоит на карнизе и хочет покончить жизнь самоубийством. Но вдруг его приперло. Самоубийство не рассматривает как опцию. Смешно. Вот сейчас бегаю, а потом... Интересно, а там где? Ну, действительно, он сбегает, а потом где? Довольный такой, облегченный. Совсем другое дело. Приятно и поумереть. Смешно, ребят. Но оно так и работает. Так что получается? Что оказывается, существует грунта эмоциональных состояний, которые не находятся под властью сознательных интересов того же человека. Механизм работает сам по себе. Так может быть и вера, это не может быть одно из таких сильных оружий, которое движет сознание. Я не говорю, что может быть так оно и есть. Но как сделать, чтобы в условиях комфорта вера появилась? Не во что-то. А именно как стул. Но такое сильное. И тогда оно будет вести. То есть не сознанием поднять человека, а верой заставить сознание поднять. И вот этот концепт победил. Пока еще. Все-таки после голосований, конфликтов, решили применить еще одну такую попытку. Что такое применить попытку? То есть применить вот такое дело. Не идти на любой форму, а подавить на вот эти сильные эмоциональные стрессы. Страх и вера. Нету страха не будет верой у человека. Современного. Он еще не настолько интеллигентен, чтобы понимать, что вера как состояние, это огромный моток. Ему необходима причина, чтобы появилась вера. Молодой же, глупый. Ничего страшного. Хорошо. Может быть такое время. Решилось это в мае прошлого года. И вот в этом мае, а полтора года назад было принято решение, что после конфликтов бои шли своеобразные. Хорошо. Давайте попробуем к этим вариантам. Пусть, то есть продолжим еще на определенное время вот этот эксперимент. Пойдем к этим макаронам. Если сработает, окей. Значит все в порядке, балансируется. Если не сработает через определенное время, то тогда будем применять более маникальные нервы. Вот так вот было решено. Ну, на самом деле, с чем вас и поздравляю. Да. Хорошо, как я себе. Но если есть люди, которые надеетесь, что количество купленных спичек спасет, то и это тоже надежда. Вопросы есть. Нет, но если все будет так же продолжаться в любом случае, то если... Когда все это будет? Если оно будет продолжаться так, как оно и было, да? И получается, что долгое решение удалось отстоять там, например, жизнь там на Земле до какой-то степени. То есть в конце концов, ну лет через 50-100 там никогда. Если оно будет продолжаться так, как есть, то все равно... Нет. Вы хотите сказать, насколько отложена покупка спичек? Нет, 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 нет. Я имею в виду, вы отложили, да, ну, значит, что-то должно было у нас или модифицироваться, либо мы сами должны как-то осознать себя. Вы хотите спросить, хорошо, не будет контакта, а что будет? Как буду стимулировать веру? Это будет? Да. Как страх будет? Как страх будет? Как у смаха. Каким образом? Смотрите, как интересно получается. Смотрите, как интересно получается. Наши люди под названием Майя, который является экспериментом не той расы большой этой, у них был не у них, а тот концепт был придем сюда и применим вот такой, может быть. Но есть и другие, другие взгляды, ну, хотя бы, как у нас говорит наша религия, ну, наше, например, христианство и там, как оно говорит? Что ожидается, давайте посмотрим, перси из этой, из этой сказки, что ожидается приход антихриста, да, какого-то. Ну, христианство, антихриста, там диализм как называют. А куда он придет, если конец света? Пришел человек, а тут никого. Толк. А потом придет, оказывается, я не знаю, кто, следующий, так сказать, Мессия, там, Христов, я не знаю, как это зовут его. А потом, который, ну, блин, неудобно, извините, я всего лишь цитирую автора. Потом, который, типа, должен победить этого, и потом наступят хорошие времена. Теперь переведем на человечество. Значит, революция, потом идет эволюция. Не важно как, не важно что, значит, нам нужен вирус, называйте его как хотите. Вирус революции, естественно, возвращаемся уже к упомянутой форме. Она же привыкла к комфорту, у нее же куча страхов. Любой вирус, который вызывает революцию, ее не устраивает. Она трясется от страха, и поэтому она на меня смотрит, как на агрессора. Естественно. Другого опции нету. И слава Богу, что это опция есть. Поэтому этот начинает делать революцию. Типа, ребята, вы понимаете, что вы сдыхаете? Надо что-то делать. Она говорит, я понимаю, что я сдыхаю. Но такой кайф, сдыхать. Кайф тебе, а ему, а твоего ребенку. А вот она не думает. Появляется вот эта минусовая фигура для предыдущего дня, которая начинает революцию. И когда она расширится и организуется, превращается в эволюцию. Ведь у него же тоже будут какие-то последователи новомыслящие, скажем так. И вот, представляете, вот эти новомыслящие... Все? Нет. Нет. Вот эти новомыслящие, в прямом смысле, по-новому мыслящие, они начинают количественно увеличивать. То есть появляется так называемый антивирус для вот этого существующего вируса. И когда критическая масса антивирусов появляется, то селезенка, значит, не селезенка, а желстный пузырь начинает работать по-недельствам по-другому. Это уже эволюция. Устанавливаются новые правила этих революционеров. Социалист. Ну я глупость говорю. Социальный строй. Социалист уже начался от революции. А потом же превратился в какой-то строй. Нравится, не нравится, что бы ни говорил, но он был одним из ведущих в мире. По крайней мере, возьмем с вами спектр. Хотя бы научно. Был же, стал же. Почему Бургенов отцу не стал? А это стал. Но было и в основе идеологическое учение. Правильно. Значит, революция подразумевает изменение быта и естественное идеологическое учение. То есть, новые формы сознательного понимания вещей. Это и есть революция. И когда установятся формы ее, как это надо делать, она становится эволюцией. Потому что она уже воспитывает своего ребенка на основании новых постулатов. Это уже эволюция. И этот же революционер, который был идиотизмом и антихристом, он же и становится этим же Христом. Вождь мирового пролетариата до того, как стать вождем, был бандитом. Христос до того, как стать Христос, был бездомным и опасным для религии. То есть, такая же тоже была религия. Его рассматривали в прямом смысле, как... Тогда дьявола бы не было в этом понимании, как действительно у нас, как самого дьявола, который все поломали. Новое поколение уже рассматривает его как Сыным Богом. То есть, это все трактовки. Вот так будет идти. Вопрос у вас. Как долго будет продолжаться этот эксперимент? Двести лет? Дополнительное время куплено. А вообще какая-нибудь цель нашего существования есть? Там у террасы такие дебаты устраивают. Огромные! Какая польза от нас от человеческой вещи? Я вас спрошу... Альтернативные. Вопросы на вопрос. То есть, появляется. У вас есть дочь. Так. Какая польза? Дочь это слишком сильно. Я и хочу, чтобы дочь стали сильнее. А какая польза? Есть. Вы сказали, больница, слово... А какая польза? Продвение. Ну, я расту вместе с дочерью. Раз. Правильно? Учитесь от нее. Воспринимайте мир по-другому. Новые эмоции ваши. Правильно? Так. Причем эти эмоции существуют, связанные с вашей же потом, потом... Но дочь это часть меня. Да. Молодец. Вы... Если мы часть этих... Все ты сказал. Причем это не только дочь. А теперь представьте. Вы живете в Алма-Ате. Вот вам будет приятно просто спрашивать. Если у вашего соседа, ну не дай Бог, скончается ребенок. А теперь представьте. Просто представьте. Просто представьте. Это я показываю на сколько... Ситуация такая. Крайне-крайне нехорошая. У соседа скончалась дочь. Вариант такой. Прочитал где-то в газете, что в Астане скончался ребенок. Что интересно? Интересно. Нет оснований. Кажись. А оно, оказывается, есть. То есть, даже вот эта банальная близость, оказывается, она влияет на твое сознательное и не только сознательное. Все вот так взаимосвязано. Все. Логически думаешь, потому что сознание слишком микроскопическое. Оно даже не понимает эти связи, что антерет взорвется, сносит здесь. А то же самое и здесь. Выбирайте. Извините, пожалуйста. Проблема. Страдают 10 людей в Алма-Ате, в Ташкенте, в Нью-Йорке. Выбирайте. Кто-нибудь скажет в Алма-Ате? Почему? Почему? Ты смотри, как интересно. Люди же люди, ну какая разница. А все равно в Алма-Ате не скажут. И причем ты этих людей не знаешь, никогда не узнаешь. Чувство собственности. Чувство самосохранения и чувство близости, оно всегда существует. Сама мысль уже вполне достаточно, чтобы ты начал защищать мысленно себе подобного. То же самое, теперь вы увеличите вас. То же самое присутствует и там. Просто взять и уничтожить. А как же тогда насчет того, чтобы положить жизнь за ребенка? Вопрос в чем? Ну, если нас рассчитывают... Воспитываешь ребенка, ты пытаешься разговаривать с ним на его языке доступно. Если необходимо там органом пожертвовать, очкой та, я не знаю. Почему вопрос стоит уничтожить или дать там вопросу существовать? Потому что если вы положите жизнь за ребенка, а этим ребенка не спасете, что бы вы сделали? Есть третья альтернатива. Создать нового. Может быть... Нет, текущий. Есть выход. Создать нового и не создать нового. Что вы сделаете? Ты хочешь, не хочешь, нежно создать. Если у тебя выбора нету, к огромному сожалению, в том-то и дело. И это не только это, это и здесь, это когда идет война, все это высчитывается. Когда у тебя выбора нету, варианта нету. Ты идешь на воссоздание, поэтому ваша жизнь становится дороже. Потому что ты можешь воспроизвести. А он нет. Он уже зараженный. Вот. И даже в этом случае выискивается среди, естественно, зараженных то, где вот до... Но если мы сейчас в стадии ребенка, мы сможем дорасти до уровня родительского? Ну, я вам скажу вот так, дружище мой. Вы не на стадии ребенка. Человечество находится на стадии где-то 17-18 лет сейчас. Это вот такая стадия. Это не так. Это такой уже технологии и так далее. То есть это сначала он играл игрушками, шариками, кубиками. А вот уже 20-й век он играет уже опасными вещами. Электричество и так далее. То есть это более такой юношеский период. Вот сейчас приходит момент, 20 лет и больше, когда надо осознавать самое себя. Пришло время осознавания. Ну, знаешь, когда девочки начинают уже красть, что нравится, они смотрят. То есть я рассматриваю себя совершенно по-другому. То же самое. Человек вот начинает рассматривать. Мутация будет происходить. А как я вообще работаю? Вот как я работаю? Вот этот механизм. Вот я, Клара, рассказывал Тосе. Это факт для осознавания. Не значит знания. Но только осознавание, что оказывается, ну я не такой. Пустой. Не в смысле органов. Там еще параметры есть. Ой, как интересно. А если это с этим соединить? А если с этим соединить, а не быть рабом любви? И не надо быть рабом. А наоборот, хозяином. Но знаете, как с этим надо оперировать? Оперировать. Можно же, вот как вы делаете вашу фанеру. Из обычной фанеры появляется неизвестное вам даже еще произведение. А вдруг, опа, и появилось какое-то произведение. Смотри, и мысль поделилась на две части. И послал Богу. Ты смотри, как интересно. Вот это открытие, которое я сейчас жду, когда человек начнет осознавать само себя. Но чтобы была эволюция осознавания, сейчас в сознании надо, чтобы изменились многие вещи. Так никто не дает. Вот он сядет, как бы и сейчас. И говорит, развлекай меня. Потому что он является рабом эмоций. Ему нужны готовые продукты. Такой Макдональд-эволюция. Продолжаем вопросы. Просто если мы, как бы, плод воспитания этих рас, создания, да? Да. То почему, как бы, ответственность на то, какие мы есть, они возлагают на нас, а не на себя? Ни в коем случае. Ответственность возлагается на них. Ответственность на них возлагается. Поэтому они не имеют право решать их. Но потому и сама раса должна жить автономно. Чтобы пришло время, она была в состоянии создать себе подобное. Это точно так же, как родители. Он пятилетнего ребенка. Постоянно возится над ним. В шестнадцать лет ребенок уже и... А в двадцать лет это уже тетя, я извиняюсь. Но если в восемнадцать так, в переходном периоде, да, в отрочестве, ребенок такой, значит, ну, и они недовольны таким, как он получился в восемнадцать лет, значит, где-то они недобъедили там. Да не, дорогой, нет. В восемнадцать лет он встречается с марихуаной. Именно в этом моменте он встречается. До этого никаких проблем, понимаешь? До этого выжил, и у него была, как называются те чьи, вот, из детских болезней? Ну, там, свинька, шмелька, это мы починили. Ну, хорошо, из десяти рожденных пять не выжило. То есть, свиньку починили, коклюш починили, то и все. Потом у него начался перевод. А теперь он встретился с марихуаной, например. Ну, и не знает, как это надо использовать. Вот такой вариант. Родитель не в состоянии. Плюс, он не может его все еще дергать, как будто ему пять лет. Сознание не разобьется. Ну, у вас известные люди, у которых разведенная мама воспитывает своего ребенка. Ребенку тридцать шесть лет, а он как двенадцатилетен будет физически. Кому он нахрен нужен? Он может быть мужиком и женщинам. Поэтому нужно давать свободу. Ну, значит, они тоже ограничены в сознании, если они не могут дать, например, ну, даже какую-то базу идеологическую для нас, чтобы мы дальше эволюционировали. Вот, главное, что правильно эволюционировали. Чтобы для них не стоял выбор. То есть уничтожить нас, либо как бы беседит нам еще дать. Не обвиняйтесь, я скажу полотенец, и на кого поперут. Свет, там родитель не один. И родитель рассматривает свободно опцию сделать нового. Модифицировать старого, сделать нового потом. Там есть разные расы. И одна из рас, например, очень хочет, чтобы был вариант частичного уменьшения количества народонаселения. Чтобы получить возможность внедрить свой ген следующего ребенка. Понимаешь? Там тоже свои эти базары. А не так, что одна мама, одна папа, и они хотят... И мы будем бороться за генофон. И вы будете в Америке, вы будете бороться за свой генофон. И не важно, какой он. Вы будете общаться с казахами. Ну, почему-то на вьетнамца вам будет наплевать. Я не знаю почему. Ну, вам будет. А вот с казахами вас будет интереснее. Ну, подумай. Ну, фитнаны такие хорошие люди. Чего хорошего? Не, не смысл их? Нам просто незнакомо. То есть борьба за генофонд идет из девять. Прям вот так, за территорию, да? Просто если мы часть создателей, то соответственное отношение у нас должно быть такое же. Ну, в какой-то мере, да? Наверное. Вот. Мне кажется, что у них слишком легкое отношение к своим детям. Ну, не получился как бы чик-чивым. Давай с ним бешево себе делаем. Не исполняется. То есть, получается, по моей логике, когда мы дойдем к такому отношению к своим детям, что будем легко там решать их судьбу и заводить нового, то мы достигнем уровня своих создателей. Илья Швейтерра. Может быть, когда ты это делал? Ну, это не против. Нет. Вам это совершенно не против. Понят? Вы не беспокойтесь. Хорошо. Но, хотелось бы, чтобы правильная организация была уже в самом человечестве. Вы знаете, когда организовывалась Первая мировая война, она не с дуру была сделана. Вторая мировая война не с дуру. Вторая и первая, и особенно вторая мировая война, насколько это будет странно звучать, это был огромный прорыв в человечестве, как результат. Секундочку, я тут же ограждаюсь, а человечество спятых хорошо-плохо. Но с Луной смотря и понимая, насколько прогресс пошел после войны, то сделал резкий такой скачок. Понимаешь, ты видишь, что, оказывается, у таких глобальных событий есть такие последствия, которые можно получить только такими событиями. Но нету других событий. В противном случае у него жопа ширеет, извините за латынь. Диван, понимаешь, ширеет. И все, сиди, ты ширеешь, широкий, широкий. Но они как-то видели кино, когда человек в телевизор не помещается. И кому нужен такой? А тут стим. Вы знаете, что во время войны нет ни одного с депрессией? Сейчас куда не поспоришь, а там депрессия прием. Во время войны его голят, голят радостно, румяне, худой, но румяне. Депрессии нету. Да страдают от депрессии. Вот как можно страдать? А где депрессия? А, дорогой, а почему депрессия появляется, когда все хорошо? Потому что она и появляется, когда все хорошо, от бессмысленности. Продолжай. Нет, я хотел сказать, что депрессия это способ заработать. Есть такое дело, есть такое дело. Еще какие вопросы, ребята? Я еще не закончил насчет после. Я про апокалипшис. Подождай. Если у них план в 20 лет, да? Они огласили свой план, кому-то рассказали, какие правила. Тоже не нужно. Я вам похоже, вам тоже хорошо. Я тоже сознание свое подстраиваю в адресные планы. Почему меняться? Вы не того спрашиваете. Я точно не являюсь, я точно не являюсь, я точно не занимаю тучи ноги, тучи позиции у них, чтобы мне докладывать. И если, я уверен есть, но я уверен это скрывается в такой тайности, чтобы никак не влиять на сознательное развитие. То есть, наши будут родители. Вот смотри, смотри, смотри. Они же как-то от нас чего-то. И что, как вас зовут? Диле. Как? Диле. Диле. Вот, моя Диле. Вам сколько лет? 34. Вы замужем? Да. Нет. Диле не замужем. Вам 22 года. Вы переживали. Ну, понятно, чисто женские переживания. Здесь не так, здесь не так. Ну, стандартно. Так, это все нормально. И вот она переживает. У нее был какой-то мальчик. Там была какая-то паралюбовь, то-се, потом вот так получилось, подружка, ля-ля-ля, депрессия, и все по протоколу. И вот встречается она со мной. Или с каким-нибудь таким. Я говорю, Диле. Через 11 лет вы встретите человека своей судьбы. И вы выйдете замуж, ну, например, в 33 года. И вот это будет ваше счастье. Я довольная. И ушла. Ставьте. Как вы думаете, что она будет делать в следующих 11 лет? Ставьте. Ставьте. Она ничего не будет делать. Ставьте. 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 Готовится. Нет, я был... То есть я точно сказал, так и будет. Но в сущности я уничтожил 11 лет ее жизни. Ты понимаешь? Потому что на противном случае на каждого проходящего высвободилась надежда. А так, блин, он, ты подойдешь и говоришь, подходите через... Все. Ты понимаешь, он абсолютно уничтожает человеческую жизнь. Свободу познания. Но сознание-то эволюирует в ошибках, а не в успехах. Когда есть у тебя успех, даже на работе, все, что у тебя получается, то есть все, что ты получаешь, это дополнительные жиры. От еды, от машины, от того. А когда у тебя есть мельдачи, этот механизм ломается на все стороны. Он сам себя давит, может, найдется, но он работает, как собака. Нет, но мне же хотят чего-то от вас, от земли. Чтобы мы жили по каким-то законам. Значит, на знание каждого человека... Родной и мой, рано вам знать законы. Вы даже не знаете, из чего вы состоите, какие законы, что вы можете понять, как остановить Антарею, чтобы не взорвался. У нас трудительно везде, ведь все равно мы же не добивались, и прочее. А, а, за переживание. Я и сказал, я и сказал, я уже сказал, самый главный, важный фактор, чтобы через 200 лет были видны результаты. Какие вера. Это, я говорю, основной составляющей, которая находится между пониманием сознания, она находится внизу его. И это даже неизвестно. То есть, на это 200 лет уйдет, чтобы дошло, чтобы заработало, чтобы поймало, понимаете? Чтобы поймало. А вы от крупных законов. Человек не знает, как он функционирует. Если вы думаете, что вы думаете, то хочется крайне вас обрадовать. Вам даже этого делать не надо. Вы просто используете готовый материал. Так он готов и воспринимается только на уровне восприятия вашего сознания, как протокол. И все. И все это выдумано давно. Это человек думает, что надо будет. А как тогда насчет судьбы, насчет того, что это предопределено уже? Ну блин, ну родился на глопусе, сдохнешь на глопусе, все. Предопределено. Если тот разум настолько высок, и он между собой комплектуется ходит, я думал, что уже это все предопределено, и это уже решено, когда-то был. Ага. Так, понятно. Ну вот видите, значит, все руки опцию уничтожения злез мяли. Концепт жизни, ребята. Обратите внимание, я уже сказал что-то, но что вы ни за чего, вы не заметили. И сейчас страшно повторю. Эволюция находится в революции. Предопределенность, как с этой нашей девочкой, которая убежала тут же. Что один суть не будет ждать. Это и есть судьба. Но она о ней не имеет права знать. Потому что если она узнает, что через 11 лет, как суть, ее... Рисолаю. Рисолаю. Это сейчас. Это потом. Не важно, когда потом. К этому потом. Ты можешь прийти так, можешь прийти так, ты можешь прийти вот так. Мы говорим об основных фактах. Так вот, здесь ты инвалид, здесь ты пример министр, здесь ты бродяга. Вам покажется, что ты абсолютно три разные судьбы. Одна и та же. Потому что выехал на этой остановке, сошел на этой остановке точно вовремя, как автобус ехал. Какая разница, кто в автобусе? Пример министр или инвалид? Автобус-то один. И ты можешь рассматривать, например, этот автобус, как моя судьба. Абсолютно нет. Моя судьба это прежде, чем сесть в автобус, выбрать, каким путем ты пойдешь. Но в том-то и дело, что если ты ему скажешь, что он будет в автобусе как премьер-министр, он даже искать не будет. Или что он будет бродягой, и он поверит в это. Конец, он бродягой. Он еще не стал им, понимаешь? Но он уже стал бродягой. Вот здесь заканчивается. То, что называется эволюция. Право выбора, свобода выбора. Красота. Красота в жизни. Ее непредсказуемости. Поведение в автобусе. Обратите внимание, автобус да. Но как ты себя будешь вести в автобусе, будешь там звать, будешь деньги просить, будешь головою даряться. Автобус-то идет все равно. Поэтому под понятием судьбы человек даже еще сегодня даже не понимает, что он хочет этим сказать. Что вот я сделал этот шаг, это в судьбе было написано. Судьба наплевать на меня вообще. И все равно. А вот главные этапы там предназначены, чтобы не помешать, не повлиять на ее судьбу. Вот она, мы говорим о главных этапах, должна появиться здесь. Здесь вы должны не встретиться. Не встретиться. Потому что вас, ваша встреча вызовет взрыв. И поэтому она тоже со своих позиций пойдет, но она будет здесь. А ты пойдешь, будешь здесь. И если вы захотите даже встретиться, невозможно. А по дороге, голая она побежит туда, а где-то это не важно. То есть даже в понятии судьбы есть огромный диапазон свободного выбора. Тут-то и проблема, и красота. Откуда ты знаешь, что выбирать? А я думал, вы если уже убежали. Откуда ты знаешь, что выбирать? В этом-то и красота. Ты начинаешь выбирать на основании своего сознания. Какая-то проблема. А если сознание трафаретное? Как оно и есть трафаретное. Стандартное. То фактически весь автобус несет, то туда, то сюда, понимаете? Они очень трафаретно реагируют. Для счастья. Что нам надо? Козлу понятно. Кучу денег, машина, то, сё, а-ля, любовница. Можно быть. Ну, сезонные такие варианты. Все, все, все. Есть все понятие счастья. Вы знаете, что статистика сделана? Статистика, разум, национальная. Вы не поверите. Вот 10 пальцев было вполне достаточно для понятия счастья. Умножьте это на 3,5, ну, 4 миллиарда мужчин. И ты представляешь, как это все несет массу, вот такую, как воду, и трясет землю эмоционально. Это же куча эмоций. А где красота, свобода, понимание? Нету. Почему сознание трафаретное? Поэтому хочется, чтобы оно видоизменилось, чтобы появились вот такие расплетения. Да. А почему 200 лет именно? Это что, какая-то цикличность для человечности? Нет, нет. Ну, так рассчитывай, блядь, откуда я знаю? 200 лет, да? Ты могу поблагодарить, что 200 лет. А этот трафарет искусственно же создан? Нет. Нет, он не создается искусственно. А здесь у него хороший вопрос. Хороший вопрос. Понимаете, даже в человечестве, вот в этих внутренних расах, у меня такое легкое ощущение, что я кофе хочу. Делал, такой космический вкус. Сейчас скажу. Хороший вопрос. Разные расы, то есть по разной санта людей, правда? Доминация на будущее за будущее, что подразумевает такую экономическую систему, политическую систему, социальную систему. И расы стараются, если раньше это был сосед на соседа, джаву крал, то сейчас расы, национальности, стараются доминить, ну, хотя бы из-за экономической позиции. И свои ценности навязать другому. Удобность. Это очень важная коммуникация, но в сущности. Ну, например, глупость. Одна политология целого мира. Да, это крайне передовая система. Была. Может, закрыть ее? Была. Сегодня? Будешь с нами? Холодно, да? Да, здесь холодно. Правда? Может, есть? Просто. Смотрите. Вот такая система, да? Да, она внесла, то есть доллар, который пошел в мир, он внес новые стандарты, новый рост разным странам. Ну, например, Буркина-Фасо стала расти по тем же стандартам. Но количество этого стандарта стало доминантным. Чем и задавило возможные модификации национальной, не могу сказать валюты, но экономической системы, Буркина-Фасо. Просто задавило. То есть, желание доминировать является и прогрессом через некоторое место. Как должно революционировать наше сознание, чтобы нам было сохранено жизнь? То есть, техногены, сознание, то есть, какой мы должны быть? Это не торговля, что вы неправильно совсем выразите, нам должна сохранена жизнь. Никто человека не рассматривает за раба. Рассматриваете человечество как форма вируса из-за своего политической массы. Вот и все. С ожалением сейчас. Рядом. Но, если вы... Вот остановиться на первом вопросе. Как должно видоизмениться, эволюмировать сознание? Я делаю то, что я думаю правильно. Других методов нету. Нету кнопки, когда ты нажмешь, и вдруг оно заработает. Ты понимаешь, сознание это как транзистор. Он настроен на один диапазон. Он пилит это дело. Вот этот музыку он и пилит. Я говорю, если ты хочешь, надо послушать другую музыку. Ну не говори, что она тебе не нравится. Я говорю, так сейчас я не слышу. Правильно, чтобы ее услышать, надо чуть-чуть настроить. Что надо этим делать? Три раза попотать. Ни хрена не слышу, а испортилась. Знаешь, как он реагирует? Он говорит, ни хрена не слышу, а та испортилась. Ты прыгай. Он три раза прыгнул. Смотришь, да? На нее говорят, дура какая-то. Реакция, социальные следы. Что ты делаешь? Говорит, настраивайся. Сказать, когда нет. Говорит, кто тебе сказал? А рубен, говорит. Блин, ну ты зашла. Но есть те, которые прыгают. И вдруг, через два года, а там, оказывается, музыка есть, все чище, чище, чище. Понимаешь? Вот так оно и выглядит. То есть быть открытым для знаний, да? Для тех знаний, которые... С тем, чтобы найти, что для себя... Не сомневаться, крайне сложно. А вот еще тогда вопрос, связанный... Вот молодой человек как раз задал, да, вот отсюда, да? Вот если мы говорим о том, что у нас есть, да, в нашем плане заложена, да, то есть определенная программа. Вы нарисовали вот этот отрезок пяти, как эволюция, да? И несколько дорог. То есть это же не значит, что он премьер-министр, что он стал премьер-министр, что он эволюционировал, да? То есть, может быть, он продяга более эволюционно был, чем нежели этим. Вот где вот здесь, вот именно, что является эволюцией вот для данного человека, да? То есть его... Нету такого параметра, я понял. Потому что если мы сейчас начнем рассматривать так, то есть неправильно, мы тут же остановимся на эмоциональной составляющей. Хорошо, приятно, уважаю, то есть... То есть мы опять становимся в клише, и как результат разницы между бродягой и премьер-министром, популярность, удача, власть и так далее. Премьер-министр летит самолетом, самолет падает, он грохается. И этот бродяга живет как последняя бродяга. Ну, долго-долго. Выбирай. Понимаешь? Ты ему как только дашь это... Он тут же говорит, извините, почему-то мне так хочется стать бродягой. Готов, премьер-министр уже нет. Не моё. Не чувствую. То есть опять страх побуждает, да? Обратите внимание, только что вам сказал один из ключей. Всего лишь страх. Полностью меняется концепт. Значит, он был настолько слабым, что он основывался исключительно на стандартах, на клише, на эмоции. Всё. И страх, например, не существовать, становится сильнее, чем иметь яхту. Или любовь, скандал, и так далее, и так далее. Видите, как... Что я хочу сказать? Вы видите, настолько... Вот человек уверен, что его постулаты, понимание сознательно не твёрдые, а не основные. Покажи ему жизнь через два года. И точно скажи, здесь я сказал, она замуж выйдет. А теперь вариант другой. Мягче, но честнее. Вам сколько лет? Двадцать два, да? Вы никогда не выйдете за душу. Никогда. Вы умрёте в полном одиночестве. Всё. Больше не надо. Два аккуратных предложения. Её жизнь кончилась. А самое интересное, поверьте. Это настолько важно не забирать у человека так же и надежду. То есть даже истину ни в коем случае нельзя говорить. Потому что она пока ещё не случилась. Обратите внимание. Когда я говорю, вы никогда не выйдете замуж, о каком временном диапазоне я говорю? Будущее. Неопределённое. Всю жизнь её жить. Чью жизнь? Той, которая говорит. Мою? Вы никогда не выйдете замуж. Ей говорит. И как бы это означает. За всю свою жизнь она никогда не выйдет. Обратите внимание. Какое клише? Вы правы. Вы никогда не выйдете замуж. Может, я имел свою жизнь? Я не знаю, какое время. Потому что когда я говорю, ты никогда реально... Как-то это непонятно, что такое никогда. А для неё в голове уже сформировалось, она поверила, и она пошла сбросаться. Если, конечно, в туалет не хотят. Опять же всё спасает, по-моему, ещё ничего. Поверил, спасает. Хочу сказать. Вот смотрите. Вот только что я привёл банальный пример. Наше восприятие в наших слов на сегодняшний день ничего общего с сущностью не имеет. Вариант. Вы никогда не выйдете замуж. Но! Но вне замужа будете шикарно жить всю свою жизнь. Устраивает? У вас будет трое детей. Незаконно рожденных. Но шикарных. Обеспеченных. Устраивает? Опа! И целая картина поменялась. А бля, так она же никогда замуж не выйдет. А ты смотри. Так и она хотела бы развестись и такая замужняя пожить. И она. Там очередь уже пошли, желающих не выйти замуж. Вот так всё просто. То есть даже понятие абсолютно правильное мы не в состоянии посмотреть со всех сторон, чтобы правильно преподнести человеку сознательно, чтобы дать ему надежду. Ну хотя маленькую, но дать. Потому что может быть она и сработает. Вопросы? Я же недоволен, по-моему. Я хочу разъяснить ситуацию. Это классно. До 21 декабря. Ещё времени. Я хочу узнать. Разъясни. Получается, революция хорошо. Так. Трафарет. Ну, система плохо. Но как... Если ты хочешь организовать какое-то общество, чтобы оно эволюционировано, нужно создать какой-то трафарет, систему, чтобы эволюция была более, как бы, прогрессивной, там, в короткие сроки, более хороший результат. Вопрос? Получается, палка от двух концов. Нет, ничего не получается. Любая эволюция. То есть получается, безсистемная эволюция. Нет, наоборот. Любая эволюция. Приходит момент, и она становится трафаретом. Совершенно правильно. Вот смотри. Это естественное состояние. Нет. Сейчас я только что говорю, что люди мыслят шаблонно, трафаретно, и это не есть хорошо. Мы на этом этапе своего эволюционного развития, потому что сейчас пришёл вот этот новый этап эволюционный. Но вот смотрите. Вот оно, где вирус. Вот оно, где поверхность. А неважно чего. Начинается развитие. То есть революция это вот это. Масса приобрелась. Начинает эволюция. Покрывает всё. Дошло до сюда. Больше нет. Некуда. И вот это становится трафаретом. Оно крутится. Оно варится в собственном соку. То есть... Оно же само себя не в состоянии уничтожить. Можно, пока оно до сюда не дошло, оно является эволюцией. Молодец. А потом... А потом начинается то же самое. Другой цвет. А, ну да. И вот так идёт эволюция. Но она всегда начинается с революции. То есть появляется что-то, конфликтующее с трафаретом. Так в истории человечества появляется абсолютно всё. Но чем больше, чем взрослее человек, тем опаснее становятся вот эти. Потому что эти сильные. Да. А как насчёт масштабности? Можно я подел? Чувствует тоже. Коллега. Коллега. Видишь? Как мы с ним легко эволюционные вопросы решили? Каким цветом нам хочется эволюции представить? Ну вот вы крыте точка. Да. И она начинает так вот распродаться. Начинаем так расти, да? Так. Вот она дошла до этого трафарета. Думаю. Вот это стал трафарет. Если мы отойдём метров на пятьдесят, для нас это тоже станет точкой. Правильно. Может ли этот трафарет развиваться дальше относительно масштаба нашего взгляда? Прекраснейший вопрос, на который уже до этого я ответил. А сейчас ещё раз открыть. Сейчас ещё раз открыть. Вот в этом-то и находится самая большая проблема. Если мы рассматриваем это как земной шар, то есть клетку человека одного, вот там ещё одно, то критическая масса этого человека становится настолько интенсивной, что он начинает, естественно, radiate, излучать. Чем влияет на того человека? То есть и так много клеток и снова появляется то же самое. Она злится. Вы представьте, она злится. На что-то, не важно. У соседа муж удачный. Но не может человек, понимаешь? Она вот такая злится в день, два, три, четыре. Буквально через два месяца у неё начинается уже агрессия. Слушай, через некоторое время её трясёт просто. Понимаешь? И вот проходит. Совсем. Николончик, ловончик. Она не... Скотина! Но это вам знакомо. И она в этом состоянии идёт к ней, которая замуж никак. «Ты видела эту скотину?» А какую скотину? Поскольку у нас скотина, блин, вон она. Ты представляешь! И она из своей вот этой эксплозивной ситуации выкладывает свою точку зрения, которая очень субъективная. И тут «Опа!» Смотри, опять пошло. Да, может не агрессия, но неприязнь, страх. И я прохожу тот же соседа, но нет, смотри тут. Я скажу «Здравствуйте!» «Взлых!» Всё. Простите, а что случилось? Как вам не стыдно? Это уже позитивно. Как вы можете с женщиной так обращаться? Посмотрите, до чего вы её довели. Её нету, знаешь? Я говорю «Кого я довёл?» «Как?» «Вы даже не заметили?» «Вашу соседку, которую ты...» «Я?» «Ты смотри, как он себя ведёт!» «Да вы ещё и не признаёте?» Она же ничего не... Не то что не знает. Всё, вирус. И потом я говорю «Я?» Я, как культурный человек, говорю «Да пошла и ты!» «И она?» «И меня завело!» «Я буду разговаривать с вами!» «Ты никак не выйдешь замуж, она никак не разведётся!» «Договоритесь между собой!» «Пошли вы!» «И пошёл я к своей жене!» «Ты представляешь эти скотины!» «Ну, остальное вам известно!» «Жена, которая явно становится на защиту детей!» «Почему?» «Резко на защиту детей!» «На защиту детей!» «Да я...» «Ах, вот почему она на мою шубу так смотрела!» «Значит, они их зависти!» «Кино видели?» «А началось-то откуда?» «Всего лишь из-за её...» «Неважно какой, но в социальной среде» «Или семейной» «То есть мелочи» «То же самое здесь» «Не настолько человеческие» «Но концепт везде одинаковый» «Энергии идут, и они могут явиться началом революции» «Вот поэтому кто-то должен сказать, какой-то управдонт, Жек должен сказать «Ребята, я вас прошу, выключим в чёртовой матери всем и газ, и воду, и свет, чтобы звука здесь не было». «Вот это подействие» «Антивирус» 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 «Я достаточно гибко здесь?» «Или что-то непонятно» «Давайте, ещё последний вопрос и закончим» «По поводу вот этой вот кометы, которая летит в нашу сторону» «Ну, это не комета» «Не верю, что это так высоко» «Не верю» «Астероид» «Здоровая планета больше террорида, когда он» «Ну, больше этого, да» «Ну и что» «Астероид, который летит» «Это неизвестно ничего, дружище» «Это всего лишь теории, да» «Нет, он есть» «Ну, в нашу сторону летит столько всяко-всяче» «По своему яму летит» «Но история с небирустоеобразна» «Почему небирустоеобразна?» «Почему небирустоеобразна?» «Почему небирустоеобразна?» «Из-за своей гравитации, она слишком большая» «Может быть» «Она повлияет на, скажи, на орбиту Земли» «Гравитация слишком сильная» «А если Земля выйдет из баланса» «Все к чертовой матери вылетается» «Так вот она не повлияет на орбиту Земли» «Вы знаете, что?» «Очень интересный» «Это было несколько лет назад» «Очень интересный эффект» «Посмотрели там» «Другой...» «Не знаю, тут наши мегалактики» «Наверное, другой мегалактики было» «Огромная, значит» «Вот так вот, сейчас я нарисую» «Звезда Солнца» «Ну, представьте, что это часть ее» «Здесь планета болталась» «Она выпустила катастрофическую радиацию» «Катастрофическую» «То есть всплеск» «Ну...» «Чисто так» «На Солнце бывают...» «Бывают всплески» «Да, вот эти» «Летит восемь...» «Восемь минут до Земли» «Если атмосферной не было» «Все сносит» «Все, на чертовой матери» «А так?» «Влияет серьезно» «Но это наше Солнце на старое» «Звезда» «Она уже такая...» «Старевущая» «Она не молодая, чтобы сказать...» «Там вот так рванул» «Вот эта молодая рванула» «И вот огромное количество частиц, температуры всего» «Понеслось на эту планету» «Эта планета должна была исчезнуть» «Причем это не планета с атмосферой какой-то» «По крайне мере в нашем спектре не обнаружено» «Появился очень любопытный эффект» «Вот такой вот» «Вот такой вот» «Такое было ощущение, как будто планета защищает сама себя от своих же видоизменений» «Вичем это снято» «Когда же я это видел» «И это было совершенно непонятно, какие силы могут присутствовать» «Всё остальное идёт нормально» «А вот здесь» «Поле такое» «Мы не знаем это поле» «Магнитное или электромагнитное» «Какое-то дополнительное и так далее и так далее» «НО» «Есть съёмки, что планета самозащищалась» «Ну, это мы по-другому не можем назвать» «Поэтому как поведёт Земля в критических условиях» «Мы не знаем» «Но то, что это живой организм» «И он точно будет бороться за своё состояние теперешнее» «Это известно» «Потом, не забывайте, солнечная система» «Это тоже организм» «Это печень» «И она self-sustainable» «Саморегулирующая» «Она не даётся только так, чтобы…» «Кто пришёл, помешал» «До сих пор были…» «Х количество раз было и не мешались» «Они всё равно стояли» «Да, есть пояс астероидов» «Но это ещё вопрос, почему появился пояс астероидов» «Какая причина» «Так что Землю не рассматривайте, как тупым шариком» «Шарик крайне не тупой» «Очень подвижный» «Ты очень живой» «Так вот, ей не очень нравится то, что мы здесь» «Нет, то, что мы здесь — супер» «Что мы делали?» «Думали, что мы здесь» «Думали, что мы здесь» «Думали, что мы здесь» «Последний, хорошо?» «Выйдешь ты замуж» «Скажем так, вы у нас есть» «Вы на нас продоносите» «Вечер добрый, я извиняюсь» «Лексус 474 черный» «Вот у ворота закрыл» «Можно есть» «У меня большая просьба, да? «Не закрывайте ворота, никогда» «Извините» «Давайте, отдайте лексус, приходите» «Я у вас есть» «Давайте» «Пока я у нее есть» «Другой вопрос не нравится» «Видишь, как хорошо?» «Извините» «Извините» «Что я хочу сказать, ребят?» «Будьте спокойны по поводу 21 декабря» «Планы немножко другие» «Вот после 21 декабря и дальше» «Турбуленцы будут» «Любая эволюция начинается с революции» «Просто она не будет угрожающей человеку» «Она будет угрожающей системе ценностей человека» «А не жизни» «Ну, ага, нет» «Отпустила, да?» «В чем познаешь?» «В чем познаешь?» «В чем познаешь?» «Скажи и все, блин, а то спички закупили» «Будет угрожающей системе человека» «Но, обратите внимание, ребята» «Я говорю угрожающей системе» «Так вот эта угрожающая система не значит, что все хотят, чтобы эта система осталась» «Я вдруг не с того, что с дуру не с собой умный» «Точно есть люди, которые четко понимают, что система экономическая, так называемая англосаксонская форма жадности, модуль жадности» «Так называется экономическая система, в которой жадности, то есть четкую эмоцию нашли» «Не говорим хорошо-плохо, но она была очень стимулирующая» «Она дала свои шикарные эффекты» «Все, новое, новое» «А просто так заменить нечем» «Ну альтернативные формы замены, они развиты уже, развиваются» «Просто так не заменишь» «Ну хотя бы потому, что определенные нации, у которых доминантные позиции на сегодняшний день человечество» «Могут эти позиции просто потерять» «А это не очень хочется» «Хочется предложить миру что-то другое» «Но сохрани свои позиции» «Человечество думает, как эвалюировать» «Да, родственник» «Блин, а кучу родственника столько вопросов» «Ну давай» «Если Земле не нравится, наше здесь не то что нахождение, а то, что мы здесь позволяем себе, так сказать» «Да» «Мы не позволяем думать себе» «Да» «Но мы же существо, так сказать, искусственно совпанное здесь» «Ну нет, вас создавали органами» «Можно» «Мы не позволяем здесь все менять» «Да» «Без этого мы, благоваря, жить не можем» «Вопрос задай» «Вопрос» «Это две конфликтующие стороны, получается» «Где у тебя конфликтующие стороны» «Ну если Земле не нравится, что человечество здесь постоянно что-то меняет и делает так, как оно хочет» «А человечество не может без этого» «Земле не нравится, когда все человеки одновременно меняют то же самое» «Вот что Земле не нравится» «Не въехал» «Вот представьте» «Семь миллиардов людей» «Стали» «И сказали всем» «А теперь все вместе одну минуту поем ноту «Ля»» «Ля» «Семь миллиардов» «Что будет» «Ты представляешь, что может быть» «Это горы перевернутся, это плиты поют» «Вот это Земле не нравится» «Критическая масса, которая делает одно и то же» «Потому что неважно, копаешь ли ты землю, это всего лишь частоты» «Это влияет» «Вот это ей не нравится» «А если они копают» «Другой поет» «Третье Макдональдти сидит» «Это хорошо» «А когда все думают только о Макдональдсе» «Ну, Макдональдс никто не думает» «О том, как купить машину» «Вот голове же одна и та же частота» «Если бы одна машина была шестиколесная» «Другая была бы самолет» «Четвертая была бы, например, подводная лодка» «Да» «Но все же думают о Мерседес ДМВ» «Вот тебе уже подобная частота» «А экономика сделана так, что есть всего лишь десять вариантов» «И в сущности диапазон твоих частот, он такой сенький маленький» «Вот это Земле не нравится» «Ну...» «У вас позывайте, пожалуйста» «Вы постоянно упоминаете про 36-й год» «Я никогда постоянно не упоминаю» «Я постоянно смотрел…» «Я здесь скажу, не надо что-то знать» «А то будет приют, придет и не увидишь» «Мало осталось» «Еще некогда, но с ним увидим» «Молодой еще» «А еще в 25-й год?» «Я в 25-й или в 24-й год» «Код двадцать один был комедивий» «25-й или 24-й?» «25-й» ты вопрос задавали что я говорю каждую глупость мою слушаете я у вас есть рассказывайте а ведь есть еще 7 миллиардов которые не знают сербии человек какой-то ну в деревне ну копал копал выкопал маму туристы там ученые идут сербии мама откуда вы забрете ну человек деревенский там какой-то на поиске стоит пришли сколько его сколько лет этим он говорит 4 миллиона и 7 лет 4 миллиона 7 четко 4 миллиона теперь ты от 7 миллиардов минус вот 20 чем-то людей и что вопрос был ученый кто им подняет сознание чтобы вот эти 200 лет которые нам дали что-то из них нет а что мое обязанности что ли вы знаете вопрос хороший интересный но очень пикантный если вы спрашиваете появится ли новый христос в какой форме он будет будет ли он говорить те же глупости что и раньше естественно нет это глупости кстати то еще что написано христос не через это не говорит это будет дорогой язык вот скажу так цифровой духовности вот представьте если воспринимать современную форму которая только развивается которая называется интернет как религия только не как религию контроль человек а вдохнуть туда еще и элемент веры не знаю как не знаю что и вдруг получить эффект какие-то вот это было бы новая цифровая цифровой стимулятор к новой форме веры наверное то есть современный под христом вы понимаете мессия не хочу говорить христос то есть тот кто и будет ломать вчерашние ценности не будет являться вирусом это точно не будет оборвать те же представляют что если это когда-то старый рубль современный армани минимум то есть понимающий современные ценности он должен исходить из сегодняшних параметров не смотреть в будущее а не вчерашний вчерашний не работает потому что он будет тот кто будет ломать вчерашние ценности вследствие чего его зовут а дикость но потом поменяют клеймо это не мне решать но как это крайне деликантный вопрос то когда где ой много базаров есть и как это будет выглядеть и какие конфликты придут следствие этого старого мирового это должно быть скрыто больше то что вы не выйдете замуж потому что тут 7 миллиардов могут заложить друзья давайте на этом закончим сегодняшний волновью диктос диктос в в